Девушки отдыхают Ну вы же видели Я не хочу выслушать твоих объяснений И чтобы с завтрашнего дня тебя в этом доме не было Вы же знаете, что мне некуда идти Это, милочка, твои проблемы Да Можно? Можно Только говори быстрее, что тебе нужно и очень занята Я хотела попросить вас написать мне рекомендательное письмо Ну это уже дерзость с твоей стороны Хотя могу написать Небрежно, невоспитанно, не умеет готовить Но это ведь не правда Лично я не нашла в тебе никаких положительных качеств Неужели я состою только из одних недостатков? Нет, хотя кое-что ты все-таки можешь Строить глазки Женатым мужчинам Это ваши домыслы Какие мы невинные Никакого письма не будет Ну и не надо Обойдусь без него Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Громадный, закованный в черные доспехи орк Коротким прямым ударом попытался достать Эльтона Но! Жень, сделай потише Я в одну минуту не можешь без шума А тишина за столом, Константин Алексеевич Это, к сожалению, удел стариков А молодежи, видите, что нужно постоянное движение? Вот берите пример с Евгения Ночами он, не щадя здоровья Проводит время на различных тусовках Зато потом целыми днями героически сидит за компьютером Между прочим, компьютер – это мое рабочее место Конечно! Ты же у нас великий писатель Можно сказать, современник, который готовится стать классиком Пишет гениальный роман Я только запамятовал о чём Папа! Я могу напомнить Проблемы халифийских женщин в браке с орками Тебе бы только острить, дядя Гриша Да, я пишу фэнтези Да, у меня есть эльфы, у меня есть орки Но это классические персонажи, без них уже никуда Хорошо Ответь мне на такой вопрос Вот до каких пор ты собираешься сидеть на шее у отца? Подожди Не пора ли заняться чем-то посерьёзнее, чем написание сказок? Фэнтези – это не сказки Фэнтези – это серьёзная литература А вы чем учить? Лучше бы занялись личной жизнью А мы занимаемся Мы, можно сказать, в поиске Мы, может быть, ищем свой идеал Идеала не бывает Пока будете учить, зубы всех потеряете Ну что ж, Жек Константинович Знаешь, судьба у нас такая Дядя Гриш, я тебя сто раз просил не назвать меня Жекой Извини Спасибо Жень, ты куда? А обед? Потом, Анна Ильинична Приятного аппетита Ну Вы, правда, как малые дети Но чего вы к нему прицепились? Думаете, парни легко без женского внимания? А то вы все шутки шутите Нет, чтобы его поддержать Ой Кстати Вы не забыли, что через пять дней Я увольняюсь Вы думали Искать мне замену? Ищи, не ищи А ты, Ильинична, незаменима Ну где мы найдем такую добрую Хозяйственную? А вы в агентство постраживаете Агентство В агентстве Слушай Ведь без женщины в доме мы точно пропадем Как говорится, надо искать На Ну что нам? Пойдем звонить? Пойдем Работу для всех дайте, пожалуйста Двадцать рублей Спасибо Здравствуйте Нам нужна женщина В смысле домработница Здравствуйте Здравствуйте Наташа Очень приятно Ага А Наташечка, одну минуточку Вы куда? Хозяева дома? Одну минуточку Мальчики К вам пришли Здравствуйте Наташа Очень приятно Костя Очень приятно Наташа Вы хотели нас видеть? Вы хозяева? Да Значит хотела? Ну ладно, слушаем Чего меня слушать? Я что радио? Я домработница Давайте так, сразу к делу Отдельная комната с телевизором С видеомагнитофоном обязательно Трехразовое питание Два выходных в неделю Две условных тысячи единиц Ну доллара в общем вы поняли, да? О чем я говорю В месяц Ну И я ваша навеки Ага Ну Мы должны подумать, Наташа А что тут думать? Я же многого не прошу Ну это конечно Только У нас сейчас Некоторые финансовые сложности Поэтому Платить вам такую зарплату Мы, к сожалению Не сможем А тысячу смогете? И тысячу не смогем Да Мне все понятно Прощайте Наша встреча была ошибкой Это время зря потратила Да Если все кандидаты На роль домработницы Будут похожими на эту Наташу Я нам не завидую Да Звони в агентство Пусть еще кого-нибудь пришлют Сейчас Наташа Наташа Здравствуйте Я звоню по объявлению Вы не подскажете, где вы находитесь? Ага Хорошо Спасибо До свидания Извини Нет Нет Добрый день Вы извините Но у нас все На один денек Какой денек? О чем ты? Пятьсот Наташа Девушка, ну я вас прекрасно понимаю Ну и вы нас поймите Ну как мы за один день найдем вам работу? Ну я готова пойти в любую семью Правда Ну пусть там даже десять детей будет Знаете, смешная Десять детей Ну, есть один вариант И не факт, что они вас возьмут Они отвергли уже шесть кандидатов Ну а вдруг? Вдруг Хорошо Напишу вам координаты их Спасибо Благодарить потом будете Хорошо Здравствуйте Здравствуйте Это дом Утешевых? Он самый Проходите Не стойте от дверей Я из агентства Мне сказали, что вам домработница нужна Очень нужна Очень нужна? Да А позвольте узнать ваше имя Вера Очень приятно А меня зовут Константин Алексеевич Да, а это Григорий Алексеевич Очень приятно Так и что же мы тут стоим? Давайте пройдем в гостиную Там все и обсудим Да, конечно Присаживайтесь У нас вот какая ситуация Домработница, проработавшая у нас много лет В силу семейных обстоятельств К сожалению, покидает нас Мы ищем порядочную Ответственную женщину Которая смогла бы справиться С хозяйством в огромном доме Где живет трое Взрослых мужчин Ну Трое Это не тридцать Ну, смотря какие их трое Да Расскажите немного о себе Вы же понимаете Мы берем человека со стороны Да, да Конечно, я понимаю Ну Что о себе рассказывать Родила себя в провинциальном городке Родителей своих не помню Так как они погибли в аварии Когда я была еще маленькая А моим воспитанием занимались Тетя Маша и тетя Даша Как сразу две тети? Одна, что не справлялась с вами? Ну нет, почему же? Просто у них не сложилась личная жизнь И они жили вместе Так экономнее А образование у вас какое? Средняя школа Я в этом году поступала на журфак Но не прошла Буду стараться в следующем Ну, это похвально Выдем на минуточку Извините Вы Извините Мы вас на некоторое время оставим Не скучайте Можете полистать пока Журночки Хорошо Ну? Слушай, эта девушка Настоящий подарок судьбы Ну, прям таки подарок Честно говоря, я бы хотел взять в дом Женщину постарше Я не убежден, что это ангельское создание Сможет управиться с нашим хозяйством Да погоди ты со своим хозяйством Есть еще одна причина По которой нам необходимо ее взять Интересно, какая? Я, конечно, не великий психолог Девушка она приличная Свидумная Вон, на журфак собирается поступать И самое главное Вполне возможен вариант Что наш Евгений Под влиянием присутствия в доме Такой прелестной особой Наконец-то тречется От своей писанины про эльфов А тебе не кажется Что это попахивает сводничество? Да! Ни о каком сводничестве речь не идет Во-первых, Вера объективная Лучшая из всех кандидатов В алтарах Даже если наш Андерсон И обратить на нее внимание Это судьба Костя Ну что, Костя, берем? Берем Ну вот, все комнаты мы с тобой обошли Да, иди сюда Вот здесь полотенце и белье Да Так А эту комнату ты знаешь Ну да, свою комнату уже узнаю Ну что ж Пошли дальше Верочка Что я хотела тебе сказать Эти трое мужчин Одинокий А ты прислуга И должна Знать свое место Конечно, я все понимаю Не перебивай Я живу в этом доме очень давно Все они мне как родные Особенно Женька Вот, кстати, я с Григорием Алексеевичем И Константином Алексеевичем Уже познакомилась А Женя? Ну, для тебя он, конечно, не Женя А Евгений А Это сын Константин Алексеевич Маленький? Так Стоп, стоп, стоп На кухне сегодня убираю я А ты Поднимайся в комнаты Привыкай потихоньку Да я к работе привычная Главное, чтобы хозяева не притирались О, с хозяевами тебе очень повезло Здесь работать одно удовольствие Да? Да Ну, хорошо О, с хозяевами Здравствуйте Отлично Простите, пожалуйста, я случайно Вы просто напугали меня Мои новые брюки Я ваша новая домработница, Вера Понятно, Вера Вы с ума сошли? Вы что сделали? Нет, у меня нет слов Вы что сделали? Вы перепутали мои рабочие записи к роману Как я теперь работать буду? Ну, вообще-то они уже были перепутаны Я просто попыталась их сложить Просто навела порядок Девушка, если вы здесь домработница Попридержите язык порядок Это когда знаешь, где что лежит А я как я теперь Я теперь здесь вовек не разберусь Ну, если я вас служу Это не значит, что вы можете кричать на меня Значит так Прежде чем убираться в моей комнате Будьте любезны спросить у меня разрешение Все понятно? Понятнее не бывает А если мы пойдем Вот так Тоже мне гроссминистр Ты же ее под удар ставишь Кто взял эту партизанку к нам в дом, а? Какую партизанку? Ты о чем? Жек Константин Дядя Гриша, я тебя тысячу раз просил не называть меня Жекой Извини А чем тебе не угодила Вера? Посмотри, что она мне с брюками сделала Она пронеслась в моей комнате, как ураган Она перепутала все мои рабочие записи к роману Ну, значит, сюжет это выйдет интересным, закрученным Дядя Гриша! Мне кажется, это первое знакомство он будет еще долго вспоминать Ну, что, Григорий Первый блин комом Похоже, Жека не в восторге от твоего выбора От нашего выбора? Ничего Было бы страшнее, если бы он не обратил на нее внимание А там, как знать? Слушай А как тебе его Татьяна? А что? А что Татьяна? Это пирожок С ни с чем Жека скоро к ней охладеет Не знаю, не знаю Ладно, посмотрим Ходи Куда ходи? Пошли Пора ехать на работу Завтра встреча с японцами Да Холосо Холосо Константин Константин Что ж ты подошли меня? Ну как? Справляешься? Да, справляюсь Вот только Что? Дело натворила А, на столе похозяйничала Угу Ну это моя оплошность Я должна была тебя предупредить Ну ты, девонька, не боись Женька парень добрый Пообижается-побижается И отойдет Да, конечно Он меня чуть не убил на месте Странно Он с девушками всегда такой обходительный Да, ведь я Татьяна приходила Так он перед ней Ковриком стерился Ну естественно То ведь с девушками А я кто? Кто? Прислуга Ой А Хочешь? Я с ним переговорю Нет, что вы, ни в коем случае Я сама как-нибудь справлюсь Ну хорошо, красавица Но если что Ты мне на ушко шепни И Алексеевич им скажу Они вмиг его на место поставят Что-что А это у них Очень хорошо получается Хорошо Хорошо Здравствуйте Евгения у себя? Да, но он просил его не беспокоить Ко мне эти слова Не относятся Вы знаете, обувь снимите Полы только что помыла Что? Ты что-то сказала? Да Обувь снимите Ты еще раз поможешь И не развалишься Я-то не развалюсь А вот вам Настоятельно рекомендую переобуться Нет, я просто беспокоюсь О чистоте полов Милочка, ты, кажется, прислуга И знай свое место Не лезь Девочки, давайте спокойно Решим этот спор Здравствуй, Танюш Я тебе сейчас дам Свои самые любимые Домашние тапочки Я что же должна Эти на поводу у прислуги? Танечка, Танечка Я вообще здесь бессилен Пол это сфера ее деятельности Но ты же не будешь Помогать нам убираться Еще чего, конечно, нет Ну вот Ну ладно Давай свои тапки Простите Ну вот Теперь ты стала такой По-домашнему Обворожительной Ты прислуга и знай свое место Милый Не хочу Коза Я Эльтон, сказал он И прежде чем я убью тебя Назови свое имя Хотя ты орка А орки не имеют имени Не успели они договорить Как двери замка распахнулись И взору их предстало Нечто ужасное Здесь я обрываю первую главу Ну как? Неплохо Неплохо Но немножко сыровато Ты права Сам чувствую Ладно, поработаю еще над текстом Покажешь потом шефу? Да, конечно Я же обещала Кстати Скоро презентация Моей новой книги Вот в этом магазине Ого Я тебя приглашаю Татьяна Новикова Начало без конца Обязательно буду Тороплюсь До свидания, дорогой Я тебя жду Я обязательно придумаю Ну что ж Мы рады, что все спорные моменты Нам удалось урегулировать И надеемся на успешное сотрудничество С нашей компанией Мы сейчас можем пройти на склад И посмотреть технику Я не знаю Вот уже полгода так точно Коля, пожалуйста Пользуйтесь телефоном Только в служебных целях Извините Алло, да Пойдем Пожалуйста Карловский А где твои архаровцы? Сейчас должно подойти А вот они Открывайте, ребята Открывайте, ребята Видели? Видели? Понесли? О, ждите И это, открывайте А, видели, видели? Понесли Ого, браво! Знаете ли, мы, русские Любим все потрогать Своими собственными руками Так сказать, на ощупь Надеюсь, вы меня поняли? Мы тоже поняли Накамура-сан И господин Кимомо-та Мы просим вас Сегодня поужинать У нас дома О, спасибо В 7 часов вечера За вами заедет машина Ну что ж Спасибо Спасибо До встречи Спасибо До встречи Карлович, проводи До встречи Хорошо Походите Спасибо, Олег Ну что? Поздравляю Рано радоваться Подожди Слушай, это с длинными волосами Аригато Аригато А что такое аригато? Спасибо Вот оно в чем дело Пойдем Можно? Да, конечно Ой, извините Верочка У меня к вам будет Ответственное поручение Слушаю Сегодня у нас дома Состоится важное мероприятие К нам на ужин Приедут деловые партнеры Из Японии Поэтому В ресторане Необходимо заказать Специальные блюда Вот здесь Адрес ресторана И перечень блюд Хорошо А платите по счету А остальные деньги Можете потратить на себя Прикупите какой-нибудь наряд К сегодняшнему мероприятию Не стоит Стоит Только я вас очень прошу Все должно быть сделано По высшему разряду Хорошо, Григорий Алексеевич Я на вас надеюсь Как вам все нравится? Да, спасибо Все хорошо А заказ скоро будет? Да, скоро Через пять минут Отлично Спасибо Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Над лесом раздался свирепый вой Но Эльтен не испугался И громко крикнул Впечатляет? Эльтен, отец, ты как всегда вовремя Извини, Жень Но мы сегодня к ужину пригласили японцев Поэтому твои орки подождут Хорошо Форма одежды парадная? Ну конечно Эльтен, да? Надо запомнить Иди, Верочка, одевайся Я сама все наделаю Хорошо, Анна Евгеньевич Ну я быстро Да не спеши Пока они разговоры будут разговаривать Ты успеешь Женечка, все готово Можете садиться Отлично Спасибо Сейчас скажу Отец Тетя Нюша говорит, можно садиться Все готово Спасибо, Женя Здравствуйте Здравствуйте, очень приятно Проходите Жень, ты опять в кедах Отец, отстань Отстань Слушай, а где наша новенькая? Не знаю, была где-то здесь Помогала Ельвенничтой Ну что ж, гости дорогие Прошу к столу Спасибо Это наш сюрприз Скажите, как вам было? Какой класс Нравится наш город? Да, дядя На что только не пойдешь Ради дорогих партнеров Из приличной девушки гейшу сделали Ваша ирония, мой друг, абсолютно неуместно Для меня это представление Такая же неожиданность, как и для тебя Что, по-моему, неплохо придумано Для артистки в провинциальных театрах Не быть таким сном Эта провинциалка Как ты ее называешь? Даст сто очков любому городскому В том числе и твоей Татьяне Тяжело тебе будет одной со всем этим справляться Ну вы-то справлялись А, я к работе привыкшая Да не переживайте Тянусь как-нибудь Ну дай бог, дай бог А что тебя заставило по чужим домам работу искать? Я приехала поступать в институт, но не набрала баллов А домой возвращаться не захотела Родители мои погибли, когда еще совсем маленькая была Ой, Верочка, извини меня, пожалуйста Наверное, тяжело тебе об этом вспоминать Ну как сказать Я-то их в общем толком не помню Меня тети воспитывали Ну а сейчас я считаю, что в состоянии сама себя позаботиться Ну ничего, на следующий год поступишь И все у тебя пойдет на лад Ага, ну только еще поступить надо Поступишь, поступишь Ты девочка упрямая, у тебя получится Спасибо Жалко, что вы уезжаете Я бы не уезжала Сестра заболела Одно и без меня не управится Счастливо? Счастливо Ну что, по пельмешкам Пошли Интересные представления вы сегодня устроили Из-за вас чуть стакан не разбила Что это вас так испугало? Это я такой страшный? Нет, просто неожиданно вошли А мне было неожиданно увидеть у себя в доме гейшу Мои старики вас надоумили? Увы, нет Это была моя идея А если она вам вдруг не понравилась То меня это не беспокоит Главное, что ваши гости остались довольны Ладно, вам, Вер Ну зачем так с благодарным зрителем? Я, кстати, хочу извиниться перед вами За что? За то, что был груб при нашей первой встрече Простите меня, пожалуйста Ну, как творческий человек творческого, я вас прощаю Спасибо большое Кнопочку не забудьте нажать? Уже нажала Слава вам Что-то я устал сегодня Ну, это приятный устал Хорошее дело мы сделали Отличный контракт подписали с японцами Это да А как тебе наша Вера? Ага, молодец Хорошо придумала Да, и удивила И, по-моему, даже нашего Евгения Что-то я этого не заметил Ну, ты, отец, тебе виднее Но мне кажется, наш план начинает действовать Ой, не знаю, не знаю Подожди, Григорий Слушай, а как насчет пельмешек? Да куда на ночь-то? Пойдем Ну, ладно Кочмары будут снять за ночь Кочмары будут снять за ночь Доброе утро Ой, доброе утро, мои дорогие Доброе утро Доброе утро, мои дорогие Доброе утро Когда ты нас накормишь вкусненьким завтраком? Сейчас, одну секундочку Ах, Ильинична, Ильинична Как не хочется тебя отпускать В надежные руки я вас отдаю Верочка очень хорошая хозяйка Не обижайте ее Ты о чем ты говоришь, Ильинична? Мы же интеллигентные люди Да Вот и хорошо Все, приятного аппетита Спасибо Ой, варенье Ой, малыш, ну как же ты туда забрался, а? Сейчас мы тебя снимем оттуда Какие-то проблемы? Ой, это вы Собственной персоной Вы зачем кота на дерево загнали, а? Затем, что он задавал глупые вопросы Вот теперь думаю, как бы его оттуда снять Тоже мне ребус Я в умной книге читал Стремянка нужна Сейчас сделаем Костя А когда у нас прибывают грузы Сингапура? Где-то через неделю Ага Не может быть Что значит не может быть? По контракту аппаратура должна поступить в конце месяца Да я не об этом Тут Жека куда-то стремянку потащил Интересно, что он задумал? Вот-вот Пойдем посмотрим Пойдем Поберегись О, Чип и Дейл спешат на помощь Может лучше спасателей вызвать? Не, не получится Он перед тем, как на дерево залезть Перегрыз телефонный провод Придется самим Гражданин Брюс-Виллис Аккуратнее там Да что? Да что? Жека, ты осторожней Я же тебе помогаю Я же говорил осторожнее Ну, слава богу, обошлось? Нет, не Уиллис Даже не Джеймс Бонд Давайте я возьму пока котенка А то его помыть надо Он такой грязный Не отдам Я сам его помою Лучше не хочешь ли ты сказать Что котенок останется у нас? А почему не? Зря что ли жизнью рисковал? Кость, пойдем Я думаю Молодежь сама справится С этим маленьким существом Да Вы только недолго А то завтрак остывает Давайте я его все-таки возьму Не отдам У вас саму дел полно Ну и как тебе спасение котенка? Тебе не кажется, что Евгений Проявил всю свою прыть Исключительно ради Веры? Во всяком случае Женя действительно оказался на высоте И раскрылся с самой хорошей стороны Ну Вера, мне кажется По достоинству оценила его поступок Она так Григорий Да Ты опять за свое При чем тут Вера? Приятного аппетита Спасибо И все-таки Она так посмотрела на него Так Извини Разрешелся я что-то сегодня Да Не на шутку Вы что-то хотели, Вер? Котенка, наверное, покормить надо Обязательно Водные процедуры очень утомляют Подать нам молока? Угу Есть Костя, вот чего ты так переживаешь? По-моему, все идет по плану Мне кажется, ты очень торопишь события Приятного аппетита Спасибо Как там наш спасенный? Очень хорошо Евгений его помыл И теперь феном сушит Что? Феном? Да, причем очень старательно А, ну Женя очень добрый мальчик Да А я хотела спросить Какое блюдце можно для котенка взять? Любое Спасибо Да О том, о чем-то я Ты все о выборе Да-да, да Пойду помогу Верочке Потому что блюдечко она не найдет Костя, подожди Ну и он туда же Ну Давай, поешь Давай Давай, давай, давай Вот Интересно, кто это, мальчик или девочка? Сейчас посмотрим Девочка Ой, как хорошо Теперь нас будет двое Когда Анна Ильинична уедет А как мы ее назовем? Надюша Надюша? Что-то я не слышала, что вы кошек Надюшами называли Ну и что? Дело в том, что Вера у нас уже есть Появилась Надюша Значит, скоро должна прийти любовь Ой, я забыла Мне же на кухню надо Вы что, мне так Оставитесь с вашей новой подругой Наедине не боитесь? Вот в ком в ком А в ней я уверена Ваш папа и дядя поели Надо посуду помыть Не было в доме забот Купила баба порося Это вы о котенке? О нем О ком же еще Теперь тебе за ним придется убирать Да ничего, справлюсь Пойду скажу Жене, чтобы купил специальный лоточек И кошачий корм Молоком вы теперь не обойдетесь Молоком вы теперь не обойдет Надюша Ты здесь? Ну, как ты сюда попала? Иди сюда Иди Ты такая смешная Давай на ручки Субтитры сделал DimaTorzok А вам не говорили, что читать чужие рукписи неприлично? Ой Простите, пожалуйста Я просто Этого больше не повторится Даю вам честное слово Ну и как? Что как? Ну как? Роман Мне понравился Ну, правда Я бы немного подправила кое-что О как Ты у нас не только гейшину еще и критиковать умеешь? А вот шутить у вас получается не лучше, чем лазить по лестницам Конкретно что в нем не устроило? Мне показали с длинноватыми диалоги в нескольких местах Показать? Что-то мы сегодня припозднились И никто нас не встречает Тише Григорий Наверняка уже все спят Жалко Ну, лады Пошли спать Ну, посмотри так Песня Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Евгений Константинович. Здрасьте. А что это вы там прячетесь? Ну как, думаю, неприлично показываться в таком виде перед молодой девушкой. А вы представьте, что вы на пляже. Или вы, например, раньше прислугу вообще за людей не считали, так что... А у меня, знаете, с утра как-то с воображением не очень. А насчет прислуги я воспитан в других, более цивилизованных условиях. Ну ладно, тогда не буду вас смущать. Спасибо. А мне все-таки интересно, с чего такой переполох? Могу удовлетворить вашим богатством. Друг ко мне приехал, зовут Илья. Ясно. Помогу тебе накрыть на стол и все. Уезжаю. Поезд через два часа. Не переживайте, Анна Ильинична. Я справлюсь. Правда? Конечно. Тогда я пойду соберу кое-какие вещи и поеду. Хорошо. Кстати, обрати внимание на Илюшу. Не парень, а золото. И, между прочим, не женат. Ильич, как я рад, что ты приехал. Как долетел? Нормально долетел. Сейчас, подожди. Сейчас завтраки будем. Ты надолго к нам? Дня на три. Бумажные дела у стаканя и... Ну, подожди, а по нашим-то памятным местам пройдемся? Я с удовольствием тряхнем стариной. Почему стариной? Мы еще не старики. Есть пора в пороховницах. А ты думал. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, Верочка, ты уже приняла дела у Ильиничной? Да. Теперь на кухне командую я. Спасибо. А я не против. Тем более, что я уже убедился, что вы очень хорошая хозяйка. Спасибо. Привет, отцы. Здорово. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Всем гуд морнинг. О, Боже. Это же... Да, да. Илья Горянов. Девушка, неприлично так пялиться на незнакомого мужчину. У вас упало. Ты оставил меня без завтрака. Не переживай, Григорий. Я поделюсь своим. Ну что, Илюх, по-прежнему производишь несгладимые впечатления на девиц. Нет, это только на фанаток. Не думаю, что Вера интересуется подобной литературой. Жек, она вполне образована. Это легко проверить. Вера, скажите, пожалуйста, у нас тут спор возник. Вот из поэтов, поддерживающих движение акминизма, чьи стихии вам наиболее приятны? Ну, если выбирать из шести основных представителей этого движения, ну, то есть Ахматовы, Мандельштам, Гумилёв, Зинкевич, Городецкий и Нарбут, то, ну, наверное, Гумилёв всё-таки ближе. А что? Спасибо, ясно. Я вижу сегодня особенным грустным твой взгляд, И руки особенно тонкие колени обняв. Послушай, далёко-далёко на озере Чад Изысканно бродит жираф. Николай Гумилёв? Точно. Ну что, друзья, кокнемся и... А то же такое-то, а, Григорий, у тебя неудачный день. Дорогие мои, мне так тяжело с вами расставаться. Я так привыкла к вам. Вы мне как родные. Ильинична, спасибо тебе за всё, что ты для нас сделала. Он Женю воспитала, практически ты. Тётя Нюш, вы мне как вторая мама, ну... Ой, Женечка, береги себя. Верочка, ну ты присмотри за ними. Они без женской руки, ну как дети малые. Ну, хорошо, Анна Ильинична, не переживайте вы. Ну, хорошо. Всё, всё, хватит разводить сырость. Хватит. Да-да-да, всё. Времени в обрез. Аннушка, большое тебе за всё спасибо. Если что, звони. Ты же знаешь, мы всегда поможем. Знаю, знаю. Хорошо. Счастливо. Будьте здоровы. Трудно, Вера. Придётся, наверное, теперь одной по дому. Ничего, справлюсь. Не забывайте, что с особой тщательностью вы обещали заботиться обо мне, а не Леничну. Да, конечно. Кутать ноги пледом и поить тёплым молоком. Нет, а другой заботы у вас не найдётся? Знаете что, Жека Константинович, не надейтесь. Я буду приучать вас к спартанскому образу жизни. Нет, ну... Даже и не думайте. Поблажки не жди. Девушка с характером. Ноги бомба. Кофе горячий? Да я только что сварила. Давайте налью вам. Не надо, не надо. Сиди. Я сам налью. У тебя и так забот хватает. Да не спеши ты, Верочка. Не спеши. Я поговорить хочу с тобой. Да? О чём? Ну, во-первых, я считаю, что ты должна с нами садиться за стол. Ну, я же... Да-да, не перечь мне. Нам будет приятно твоё общество. Ты девушка умная, образованная. Мне понравилось, как ты утерла нос Евгению по поводу акмиизма. Откуда такие познания? Я закончила гуманитарный колледж. А, вот оно в чутку. Ну, а потом не поступила. Домой ехать стыдно. Решила остаться. Так? Ну, не совсем. Просто не хотела тётушек стеснять. Понятно, понятно. Ну, я бы точно так же поступил. Да. Ну, а на следующий год поступать собираешься? Конечно. Ну, тебе, наверное, надо готовиться. Поэтому прошу пользоваться нашей библиотекой. Спасибо, Константин Алексеевич. Да за что спасибо? Это тебе спасибо. Взвалила на свои хрупкие девичьи плечи заботу о трёх мужиках. Не буду тебя отвлекать. Спасибо за кофе. Побегу. Да, чуть не забыл. У нас сегодня с Григорием много работы. Потом мы поедем японцев провожать. Приедем поздно. Так что с обедом не возись. Но я всё равно буду готовить для Евгения Константиновича и его друга. Зачем? Они наверняка дома не останутся. Будут обедать в ресторане. Ну как? Класс. Видно, конечно, писать ты умеешь. Но. По-моему, ты слишком вдаёшься в подробности. То есть? Сократите писательные куски. Я думаю, от этого никому хуже не станет. Прости. Танюха. Какая Танюха? Новикова. Наша с тобой однокурсница. Помнишь? Помню. Танюша, рад тебя слышать. Слышать? Ничего себе. Увидеть ты меня сегодня не собираешься? А, ты, конечно, уже забыл, что у меня сегодня презентация книги, да? Как? Презентация сегодня? Ну, конечно, начнётся с минуты на минуту. А, здесь столько людей. Я ужасно волнуюсь. Я думала, ты приедешь немножко пораньше и поможешь мне справиться с волнением. Слушай, ко мне Илюха Горянов нагрянул в гости, и я совсем у меня из головы вылетел, и визитку я твою ещё потерял. Горянов у тебя? Слушай, так хватай его немедленно и приезжайте. Да нет, ему сегодня в издательство ещё нужно. Ну, ничего страшного, пусть он подъезжает позже. Женя, я тебя жду. Давай быстренько. Хорошо. Давай, говори адрес. Ты знаешь, это магазин СМС? СМС. Мы вчера приезжали. Хорошо, будем. Попали мы с тобой, придётся ехать. Чё попали? Я, например, с удовольствием увидел Танюху. Помнишь её в институте? Джинсы все рваные. Произошли кардинальные изменения. Танюша теперь гламурная штучка, ты её не узнаешь. Так, ну, тем более я хочу её увидеть. Ну-ка, давай я возьму у тебя координаты. И после издательства обязательно поставлю заехать. Горыныч, только быстрей. Я там с этой богемой напьюсь. Ладно, ты главное дождись моего приезда. Ну, чё, встречаемся внизу? Да. Вера! Вера! Да. Вера, мы уезжаем. Будем поздно. Хорошо. Всех впускать, никого не выпускать. Да, на случай непредвиденных обстоятельств. Вот вам охрана. А что с вами? Вы чем-то расстроены? Нет. Просто не очень люблю оставаться одна. Ну, я же скоро вернусь. И Илья вон тоже. Тогда займусь исконным занятием русских женщин. Буду ждать вас и Илью. Молодец. Тогда. Счастливо. Предыдущий просто прелестный. Отлично. Спасибо большое. Всего хорошего. Здравствуйте. Продолжение следует... Прямой. А то вы и следовало ожидать. Не, не, не. Сейчас она в конечном отверхи. Ну, почему нам? Лично я выпил два-три от силы бокала шампанского. А коньяк? А коньяк? Коньяк кто потом с топками пил? Не понял. Был коньяк? У-у-у, парень. Да ты еще пьяней меня. Тихо, тихо, тихо. Так, товарищи алкоголики, быстро взяли ноги в руки и марш по комнатам. Тихо. Вер, ну ты даешь. Ну, ноги в руки. Это как? Это так, что ли? Что вы делаете, Евгений? Отпустите меня. Вы прекрасно понимаете, что я имела в виду. Давайте, поднимайтесь. А я помогу? Нет, 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 не надо. Помогайте только там, где стоите, не надо. А ты красивая. Да, неужели? Как-то вы разглядели своими пьяными глазами. Ого, он тебя душой разглядел. Тоже мне рентген. Илья, вы дойдете? Нес. Ирюха. Илья, Илья, вы уже прибыли. До кровати сами доберетесь? No problem. Окей. Илья, тихо, тихо, осторожно, Ильюха. Так, нам наверх. Нет, нет, это моя комната. Нам дальше. Разве? Да. Ой, права была Анна Ильинична. Вы действительно как ребенок. Серьезности не на грамм. Ну, ты очень серьезен, когда ты рядом. Да. Давайте. Вы пьяные, отпустите меня. Я пьян от твоей близости. Несете всякую ерунду. Ложитесь, лучше спать. Ну, выходи. Ну, останься со мной. Я тебя прошу. Так, я пошла. Надеюсь, да позвольте до кровати. Какая ты жестокая. Только с нахалами. Анастасия. Спасибо. 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 Добрый вечер. Добрый вечер, Вераська. Добрый вечер. А почему вы не спите? Поздно уже. Да что-то не спится. Ну и потом вас ждала, чтобы ужином накормить. Да? Да нет. Да, значит, что-то не хочется. Да, приготовь-ка ты нам чайку, с печеньем. Да, и будет с нас. Хорошо. Подожди. Спасибо тебе, Вера. За что? Ну, за то, что ты внесла в наш дом домашний уют. Да, Евгений воспрял духом. Что-то я за ним этого не заметила. Ну, почему? Мне кажется, ты ему понравилась. Константин Алексеевич, это вам действительно показалось. Ваш сын Евгений меня терпеть не может. Нет, ну это он раньше не мог. А теперь, как говорится, от ненависти до любви один шаг. Давайте не будем об этом. Что так? Да. Ну, вы же прекрасно знаете, что кроме орков и эльфов ему никто не нужен. Понимаешь, Вера, я лично считаю, что это его увлечение фэнтези. Ну, как бы тебе объяснить? В свое время Женя очень тяжело перережил смерть матери. Рос замкнутым. Вот теперь он придумал свой мир, в котором ему будет легко и свободно. Возможно. Да, кстати, а где наши орлы-то? Ваши орлы налетались вдоволь и еле допорхали до кровати. Ну, их можно понять. Старые друзья давно не виделись. Отметили встречу. Ну, что ж, Верочка, большое спасибо. Я пойду спать, а то силы на исходе. А я, в отличие от тебя, пойду в кабинет. Надо еще поработать. Так, может быть, вам кофе крепкий сделать? Нет, нет, спасибо. Не беспокойся, Вера. Пошли. Хорошо. Ты лучше сама ложись спать. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Опять эти предохранители. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ух ты. Испугалась. Извини, я не хотел. Хотя посуда бьется, к счастью. Ну, у кого как. У меня могут и зарплаты вычистить. Ой, не смешите меня. Чтобы утяжевы устраивали шум из-за какой-то чашки. Вам что, плохо? Водичка есть? Да. Сейчас. О, благодарю вас. Вы спасли мне жизнь. О, заботливая. Всегда пожалуйста. О, наикрасивейшая. О, умная. Ой, ну, хватит меня расхваливать. Еще загоржусь. И за это вам низкий поклон. СМЕХ Эй, Жек! Ты что? По-моему, я был неправильно понят. Ладно, Вера, извините. Я уже поздно. Доброй ночи. Доброй ночи. Прекрасно. Хороша домработница. Ну, быстро же ты открутила, окрутила знатного гостя. Никого я не окучивала и не откручивала. Конечно, зачем нам начинающий писатель, когда матер рядом есть? Вы о чем? Значит, со мной недотрогу из себя строим, да? А как появляется на горизонте богатенький Буратино, так сразу распахиваем свои объятия? Никому я ничего не распахивала. Идите лучше спать, несете всякую чушь. Что же это чушь? Почему чушь? Что это вы так оскорбились? Нет, я все прекрасно понимаю. Завидный жених. Ну, зачем зря время терять? Пока молодая, привлекательная. Да как ты смеешься? Что здесь происходит среди ночи? Отпустите меня. Евгений, что это значит? Евгений, что здесь, что это значит? Ничего не значит. Верочка, что произошло? Он что, обижал вас? Ну-ка, посмотрите на меня. Ой, посмотри на меня. Ну, совсем, совсем. Ручьи текут. Расклеились. Ну-ка, присядь. Граждане, а что вы себе позволяете? Сейчас милицию вызову. Спать дадите в конце концов. Погоди, Григорий, погоди, погоди. Ну, успокойся, успокойся, Верочка. Ну, он выпил лишнего, сам не знает, что делает. Константин Алексеевич, ну, мне так обидно, понимаете? Ну, чем это служило такое отношение? Я сам удивлен его поведением. Тут что-то не так. Я не хочу знать, что тут не так. Даже если он меня приревновал, но это не дает ему права так себя вести. А что, был повод для ревности? Да нет. Ну, Илья, он просто поцеловал мне руку. А Евгений, он увидел это и просто с цепи сорвался. На жизнь это совсем не похоже, если только... Что, если только? Если только ты ему не безразлична. Это он мне не безразличен, он! Не понял. Я люблю его. Так это же прекрасно. Ну, ничего тут прекрасного нет, раз он так себя ведет. Григорий Константин, Григорий Алексеевич! Константин Алексеевич, пожалуйста, простите меня, но я не могу здесь больше оставаться. Мне нужно уйти. Куда уйти, Верочка? Среди ночь-то. На утро вечера мудренее, мы поговорим с Жекой, все выясним. Вера! Я не хочу с ним ни о чем говорить. И мне будет нехловка, и ему наверняка тоже. Но не место нам под одной крышей. Так, Григорий, надо найти какое-то решение. Так, предлагаю сделать вот что. А ну? Пап, слушай, голова трещит. Скажи Вере, чтоб суку принесла. А Веры нет, она ушла. Куда, в магазин? Да нет, совсем ушла. Как ушла? Почему? А ты не помнишь свой вчерашний героический поступок? Нет. Я же пьяный был. Но это тебя не оправдывает. Вера была очень расстроена, попросила расчеты и уволилась. Да. Да ну, пожалуйста. Уволилась, так уволилась. Ах так. В таком случае, пока не появится новая домработница, нам придется самим заниматься приготовлением пищи, стиркой и уборкой в доме. При таких раскладах, по моим расчетам, мы протянем, ну, где-то недельку. Может, две. Ничего. О, яичница. Отлично. Давно не ел. Нравится? Ешь. Ну, учите, я ничего другого готовить не умею. Это Вера, наверное, на меня обиделась. Да нет, Илюша, ты здесь ни при чем. Ну что, даже адреса не оставила? Нет, не оставила. Потому как ей еще нужно найти жилье. А вы помочь не могли? Не могли. Она девушка гордая, самостоятельная. А вот ты, друг мой, проявил себя, как полный балбес. Ну что, я готовил завтрак. Жеке Константиновичу мыть посуду. Чего это мне-то? Ладно, я помогу. Слушай, я там вчера начудил, ничего не помню. Ты с Верой целовался. Как целовался? Я ей только руку поцеловал. А говоришь, ничего не помнишь. Да ладно тебе, дружеский поцелуй в знак благодарности. Ага. Я что, приставал к ней? Нет, это сделал я. Зачем? По пьяни, что ли? Да не знаю. Сложно как-то все. Я думал, она никуда не денется. Только привыкать к ней начал. Роман ей мой понравился, котенок еще этот. Надо же было так надраться, все испортить. Так, надо ее разыскать. Разыскать? Где я тебе ее найду? Я посредственный писатель, а не частный детектив. Ну все, перестань. Ты влюбился, парень. Ты. Как думаешь, Женька поверил? А что ему остается? Пожалуй. Ты знаешь, судя по его реакции, Вера ему нравится. Я тоже так думаю. Но ничего, пусть теперь немного помучается. Согласен. Пусть помучается. Да. Вкусненько? Попробуй. Попробуй. А-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, Илюх! Скоро приедешь? Слушай, я начинаю волноваться, как бы тебя до них к рукам не прибрала. Ну ладно, давай, развлекайся. Ага, пока. Ну как знаешь. А где Илья? Что-то я его давно не видел. Не волнуйся, он с Татьяной в театре. Буду ему только благодарен. Ну извини, не буду мешать. Папа, а как уверена фамилия? Красникова, а что? Ничего. Давно я не видел, чтобы Женя так усердно и долго работал. Условно прорвало. Он меня сейчас спросил, как ее фамилия. К чему бы это? Ну, пытается найти. Ты думаешь? Ну естественно. А кстати, пусть поищет. Пусть. Не, так съедят. Ну не знаю. Ну ходи. Так твой ход. Твой. Я уже походил, пока ты был в Жене. Да? Угу. Так я тут что, ходил? Да? Ну хорошо. Не, так не знаю. Пойду-ка я, пожалуй, пойдем вместе. Ты думаешь? Да. По маленькой. Понюх и поменял цвет дурной помады. В смысле? Ух ты. Предупреждала, что она стойкая, понимаешь? Да, степдаке. Блеск. Сто лет не был в театре. Слушай, я полтора дня здесь уже, а мы и так и не сходили по нашим местам боевой славы. Завтра сходим, раз я обещал. Тем более, я роман закончил. Серьезно? Да. Ответи. Ну, давай, давай. Ну что ж, Евгений, с почином. Надеюсь, первый блин не будет комом. Но понимаете, мы, конечно же, заинтересованы в постоянных авторах, но в авторах, которые способны выдавать три-четыре книги в год. Гонорар напрямую от этого зависит. А я почему-то думал, что все зависит от таланта автора. Увы, в нашей отрасли тоже действуют рыночные отношения. Книга – это товар. А для кого-то наркотик. Есть читатели, которые подсаживаются на определенного автора, и автору приходится трудиться в поте лица. Не скрою. Для того, чтобы пробиться в первый шелон, необходимо создать себе имя. Вот берите пример со своего друга. Я прав, Илья? Ну, в общем, да, Илья Валентинович. Понятно. Большое спасибо за краткий курс молодого писателя. Да не за что. До свидания. Илья, а вы не хотите поменять издательство? Я бы с удовольствием, но у меня контракт еще на пять лет. Жаль, жаль. Приняли бы вас с распростертыми объятиями. Ну что, по пиву? Давай, может, что-то покрепче. Окончание романа как-никак-то, а? Не, я пас. Я после презентации еще очухаться не могу. Новоротил ты дел, конечно. Слушай, и так тошно, не трави душу. Даже извиниться возможности не было. Илья Валентинович, илья Валентинович. Ты чего это на девушек незнакомых бросаешься? Да так. Оказалось. Не, нам сегодня меню дадут или нет? Где официант? Ну что, Илюш? Когда летишь, позвони. Обязательно, давай. Ничего не забыл? Да вроде нет. Так, ты еще не уехал? Ох, надоел ты мне. Ну что, ждем с ответным визитом. Ты у нас человек не женатый, работать не обременен. Гонорар за роман получу, и туча же к тебе прилечу. Звучит многообещающе. Слушай, Жек, я бы на твоем месте разыскал Веру. Она девчонка хорошая. Да я знаю. Найду ее. А кто посуду сегодня моет? А тот, кто спрашивает. Костя, я хотел заспросить. Да-да. Слушай. Здравствуйте. Не подскажете, директор у вас... Уткин. Ага, спасибо. Здравствуйте. Не подскажете, я разыскиваю девушку, Вера Красникова. Фамилия не обращалась к вам? Красникова? Устройство, да, Красникова. А, минуточку. Ну, вы знаете, в наше агентство обращаются разные девушки, но... Такой к нам не приходит. Может, вы не помните? Маленькая такая, светленькая. Светленькая, да. Вы знаете, такой фамилии у нас нет. Следите еще в другое агентство, может быть, там, по-моему. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Вера Красникова не оставляла вам заявление на трудоустройство? Доброводница. Ну, будем искать. Здравствуйте. Это агентство Кубакова-Карев? Раз Никола. На букву Ж. Нет. Нет. А на букву П. Вряд ли? Здравствуйте. Здравствуйте. У вас Вера Красникова не числится в ваших списках? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Жень, ты нам сегодня не мог бы помочь на работе? А то у нас, оврал, нужна хоть одна еще пара глаз и рук. Ну, гуманитарин, он не дурак же. Ты только себя в порядок приведи, костюм хороший надень. А то перепугаешь всех наших сотрудников. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давно я у вас не был. Да у вас ничего не изменилось. Да нет, кое-что изменилось. О, а секретарша? Я буду секретаршей? Да нет, мы ее уволили. Теперь у нас работает другая девушка. Да. Вот, кстати, она. Может, познакомиться. А мы пойдем поработаем. Вера? Вера. 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 Да, Евгений, как для писателя у вас очень маленький словарный запас. Или вы от радости забыли все слова? Ничего я не забыл, слушай. Слушай, я тебя искал. Везде, везде. Я все время думал о тебе. Прости, слышишь? Ну, прости меня, пожалуйста. Простить? Ну, хочешь, хочешь, на колени перед тобой встану. Да что вы, не надо. Я тоже была не права. Значит, прощаешь? Значит, прощаю. Слушай, я был полный кретин. Мне очень-очень стыдно. Ну, как мне загладить свою вину? Можно я приглашу тебя на ужин в ресторан? Можно. Только с одним условием. Согласен на любые условия. Я могу, пожалуйста. Пусти вас. Ну, что я говорил? Это я говорил. Пусти вас. Спасибо. КОНЕЦ Ну что, еще не готовы, что ли? Кость, пофемейка, да? Ну что ты хочешь, Григорий? Четвертый десяток мужику, а он галстук не умеет завязывать. Я галстук последний раз завязывал, когда меня в пионеры принимали. У тебя телефон звонит. И опять в своих кедах. Отстань. Извините, нет, я не вам. Здравствуйте, Ян Валентинович. Да. Да что вы. Берете. Да, хорошо. Я на следующей неделе обязательно подъеду. Хорошо. До свидания. Мою рукопись беру. Ты готова ехать со мной в свадебное путешествие? С тобой хоть на край света. На край света денег не хватит. Ах, и люки в Лондон. Махнем. Ах, иду! Ах, иду! Ах, иду! Субтитры сделал DimaTorzok